Приветствую вас! В первую очередь хочется отметить, что ваш мужчина, молодой человек, ну, если это, конечно, он, если он, если это молодой человек реально существует, он неразрывно связан с отцом. То есть, первичный образ мужского поведения, который был вами зафиксирован ещё в детстве, так или иначе, отражается на вашем восприятии, значит, молодого человека. Вот. И поэтому сам молодой человек, если он есть у вас, может напоминать об отце, может, значит, провоцировать сновидение о нём, об отце, я имею в виду, и, собственно говоря, вызывать определённые эмоции, да, определённые воспоминания, определённые даже чувства какие-то. Вот. Это первое. Это первое, что хотел сказать. Второе. Профессиональное толкование сновидений, если мы говорим именно о профессиональном толковании сновидений, строится на следующих постулатах. Вам, во-первых, нужно проанализировать все, что происходило за две недели до вашего сна. Ну, вот этого вот, который вы описываете. Все ваши истории, ваши чувства, ваши эмоции, ваши переживания, события, которые были, или которые могли быть, могли иметь место. Вот. Для того, чтобы была ясна более полно, была ясна картина того, что вы увидели в своём сновидении. Дальше. Следующий аспект. Само сновидение может быть интерпретировано на самом деле очень-очень по-разному. Я надеюсь, что это понятно. Ну, в том плане, что, как бы, то, что видите вы, это одно. Но, то, что интерпретирует психолог, например, это совсем другое. Вот. И, по итогу, будет волна интерпретаций. Что, вряд ли, будет полезно вам. Поэтому, что нужно сделать. Сон, вы его помните достаточно хорошо. Детально разбирается. Сон детально разбирается и детально анализируется. То есть, каждый элемент сновидения разбирается очень детально. Как? Элементы сновидения разбираются по ассоциативным цепочкам. То есть, вот. С чем у вас, например, ассоциируется тот или иной, допустим... Ну, допустим, предмет сновидения. С чем у вас ассоциируется, допустим, то или иное событие в вашем сновидении? То есть, какие чувства вызывает и так далее. И это всё также подлежит анализу. И только тогда, когда вы сами увидите, что значат те или иные элементы сновидения для вас. Для вас самой. Вот только тогда, только тогда, вы сможете понять истинное значение этого сна. Для себя. И получить не интерпретацию психолога. Которая может быть правильная, может быть неправильная. Но по факту отражает всё равно переживание именно самого психолога. Вот. Ну, по крайней мере, считается так. А именно, свою собственную незамутненную картинку того, что происходит. Это второй аспект. Третий аспект. Третий аспект. Касается вашего отца. То есть, совершенно очевидно, что вы со своим папой были очень близки. Это первое. Второе. Вы до сих пор не пережили его уход. То есть, вы, возможно, его не отпустили. Вот. И здесь, в совсем разных точек зрения, психологических, естественно, психологических точек зрения, есть разные же подходы. Ну, например, с точки зрения психоанализа, вот именно с точки зрения психоанализа, можно говорить о том, что вы не прошли все стадии. Шоковое состояние, потом отрицание, потом принятие и так далее. Вот. Это с точки зрения психоанализа. С точки зрения, например, транзактного анализа, да, вы остались в неком детском-детском эго состоянии, которое удерживает вашего отца в подсознании, как живого, и периодически возвращает вас, собственно, ну вот, к нему, к нему. То, что нам снится именно поэтому. И здесь, конечно, очень важно, опять же, с позиции транзактного анализа с ним проститься. Вот. Делается это через возрастную регрессию, вот, и через визуализацию происходит отпускание человека, соответственно, делать это лучше под руководством психолога, потому что вам будет нужна поддержка, вам нужен будет все-таки специалист в этом случае. Вот. Это то, что касается, значит, непосредственно этого аспекта. Ну и с точки зрения еще одной, с точки зрения потребностной, потребностного подхода гуманистической психологии, речь идет об определенных ваших потребностях, которые вы реализовывали. Что с отцом, значит, с вашим папой, вы реализовывали какие-то свои потребности, какие-то свои желания, которые теперь реализовать не можете. Ну, то есть, грубо говоря, не в состоянии это сделать. У вас сейчас, по факту, нет для этого ресурсов. И здесь, конечно, требуется проанализировать уже, собственно, саму близость вашу с отцом, потому что именно в ответе на вопрос, какая это была близость и насколько вы были самостоятельны в этой близости, и насколько, какая у вас была роль в этой, вот, в этих отношениях. Вот. Тут, конечно, тоже требуется анализ, требуется выяснение ситуации такой, как она есть, для того, чтобы можно было определить, значит, в чем именно вы нуждаетесь и чего вам не хватает. Дальше. Значит, следующий аспект, который мне представляется важным, это аспект восприятия. То есть, как вы воспринимаете своего молодого человека, как вы воспринимаете своего отца? Вот, исходя из того, что вы написали в своем сообщении, у меня появилось такое впечатление, что молодого человека вы склонны не воспринимать как самостоятельную личность. Вы, конечно, ну, вы, конечно, вероятно, будете спорить со мной, вот, на эту тему и говорить, что я не прав. Я вам не буду здесь ничего противопоставлять, то есть, если вы не захотите соглашаться со мной, это ваш выбор. Это ваше право, ваш выбор, вот. Но у меня возникло такое ощущение, что вы не воспринимаете молодого человека отдельно. То есть, молодой человек для вас может быть отцом, а сами вы, сами вы занимаете позицию в отношениях как ребенок. Ребенок, сами вы занимаете в отношениях позицию ребенка. Вот. Опять же, опять же, может быть, это не так. Может быть, я не прав. Но мне так показалось. А значит, нужно, чтобы вы работали над выравниванием своего положения в отношениях с мужчиной. То есть, возможно, мужчина, его отношение к вам, его поведение, значит, сознательно или нет, ну, скорее всего, скорее всего, нет, стимулирует вас к тому, чтобы вы чувствовали себя несколько, ну, несколько ребенком. И это, в свою очередь, дает вам почувствовать себя, ну, более близко к отцу. Понятно, что, значит, что у вас есть определенные субъективные мотивы для того, чтобы быть в этом состоянии. Вот. Это понятно. Но данный аспект, который я назвал, может быть реальной проблемой и реальным препятствием на пути к жизни. И, может быть, это то, что не делает вашего молодого человека счастливым. Вот. Такое тоже может быть. Хотя, конечно, это и не точно. Вот. То есть, и отец, и молодой человек в вашем сознании честно связаны. Вот. Скорее всего, вы выбираете себе молодых людей, которые чем-то похожи на вашего отца. Вот. Скорее всего. В этом нет ничего плохого. Но это может уносить некоторые неожиданные моменты в вашу деятельность. Вот. Вот. Ну, вот, как, например, то, что у вас плаксивое состояние, да, что вы рыдаете и так далее. Вот. Соответственно, если вы хотите это поменять, если вы хотите это изменить, то нужно работать в тех направлениях, которые я озвучил, и тогда будет результат. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока.